Определение политики уже давалось, да? Политика это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление политической власти. Надо сказать, что это определение довольно резкое такое, и не все его схватывают, не все его принимают сердцем и душой, и я могу объяснить почему. Потому что в нем на первое место выставляется борьба. А кто любит борьбу? Все любят покой, тишину, благость. Так вот, поэтому я в изложении этой лекции начну не с классовой борьбы, а с вопроса о развитии. Как вообще надо понимать развитие, любое развитие, и какую роль в развитии играет борьба. Существуют разные концепции развития. Есть развитие, которое понимается, такая концепция развития, которая понимает развитие как просто повторение. Ну вот, сейчас весна, солнце, потом будет лето, жара, потом будет осень, плоды, потом будет зима, холод, потом весна, и опять весна, и опять зима, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вечное повторение, то есть круговое движение с повторением того, что было. Хотя при более внимательном рассмотрении видно, что в абсолютном повторении и получается. И из этой карусели выпадают один за другим люди, животные, растения, появляются новые. При этом буквального кругового движения, конечно, нет, если речь вести о развитии. А есть развитие, которое, или концепция развития, которое понимает развитие таким образом, что вот то, что-то нарастает, то что-то исчезает, то возникает, то пропадает. То движение вперед, то движение назад. Как будто есть какой-то переключатель в мире, который вот сейчас, так сказать, включает, получается крейс, потом выключает, выход из крейса, и так далее. И вот вот такого рода концепция понимает развитие, как переменное движение то вперед, то назад, и которое отрицает вообще развитие, как накопление все большего и большего содержания, как движение от низшего к высшему и от простого к сложному. Есть концепция развития, которая понимает развитие, как увеличение. Был маленький человек, стал большой человек. Но бывает так, что был маленький умный человек, стал большой. И вообще великие и великие не обязательно большого возраста, большого роста и большого объема. Или, скажем, вот в советский период, я бы сказал, в плохих книжках, в развитии социализма понималось таким образом, что больше угля произведено, больше стали, больше хлеба. А это разве мерило вообще развитие общества? Или это такой предпосыл к развитию общества? И даже крупные деятели политические, претендовавшие на управление Советским Союзом, такие как Горбачев и его оппонент Легачев, оба говорили, что вот, дескать, у нас ведется политика, больше социализма. Это довольно странно звучит, потому что когда переходный период от капитализма к первой фазе коммунизма, да, есть разные уклады, пять укладов, и чем больше социалистических укладов, тем меньше другие уклады, правда? И это фактически даже географически, даже территориально постепенно уклад социалистический вытесняет все остальные. Тут можно говорить больше социализма, меньше, скажем, частно собственного уклада, меньше капиталистического уклада. Ну а какой смысл говорить о большей социализме, когда социализм охватывает всю экономику, все общественные отношения, когда все общество является коммунистическим, но в первую фазе. То есть оно не развитое, не полное, не зрелое. Но социализм-то имеется везде. Что значит больше социализма? Это непонятно даже. И вот такого рода примитивные концепции развития получили распространение на самых верхних этажах политической иерархии. Ну а каким является истинное понимание развития? Развитие понимается как единство противоположностей. Единство противоположностей. Единство противоположных тенденций. Единство противоположных тенденций. А как могут быть единства противоположностей? Противоположности могут быть единства только в состоянии морю. Правильно? То есть развитие как борьба противоположных тенденций. И то же самое определение развития, которое мы давали, развитие определяется как движение от низшего к высшему, от простого к сложному, и идет через борьбу противоположных тенденций. Не так надо понимать, что вот если идет развитие от низшего к высшему, то все больше, лучше, в чем-то больше и лучше, а в чем-то меньше и хуже. И на виду с той тенденцией, которая совпадает с направлением развития, то есть тенденции прогресса, есть тенденция реверсивная, которая в обществе называется реакционной. То есть в всякой развитии есть борьба, прогресса и реакции. И если при этом осуществляется поступательное развитие, то есть если линия прогресса, тенденция прогресса преодолевает регрессивную, реакционную тенденцию, тогда мы говорим, что история двигается вперед. А если в какой-то период тенденция реакционная берет вверх, тогда мы говорим, что история движется назад. На самом деле, конечно, история не движется назад, она все время движется вперед. Идет время движется вперед, а достигнутые, скажем, прогрессивные завоевания утрачиваются на известное время. Возьмите вы буржуазные революции, которые начинались потом, сменялись контрреволюциями. Возьмите вы, скажем, развитие социалистических стран. Здесь тоже самое. Вот была самая могучая страна мира, можно сказать, Советский Союз. Если вы возьмете 1945 год, то не было такой страны в мире, которая вообще могла бы претендовать на то, чтобы быть более могущественным, чем Советский Союз. И вдруг такое большое государство под ударами контрреволюционных тенденций было разрушено. Сейчас говорят иногда, что он распался. Но это, конечно, ерунда. Распаться, конечно, не может. Крупное и сильное общество и государство. Сначала произошла контрреволюция, а смысл контрреволюции, в частности, состоял в том, чтобы уничтожить, поскольку она во многом поддерживалась из-за рубежа, уничтожить крупное государство, которое представляло собой конкурента на мировой арене. И очень скоро выяснилось, что, оказывается, не строй социалистический был единственным предметом атаки, скажем, американского империализма, а вообще, так сказать, Россия. И Россия была подготовлена к такому же разделу, как Советский Союз. Достаточно прогуляться на площадь пролетарской диктатуры, где имеется два правительства. Правительство Санкт-Петербурга или городской области. И якобы это два субъекта федераций. Что якобы они когда-то в федерацию вступали, был какой-то федеративный договор. И когда-то, значит, Воронеж с Орлом вступили в федерацию. Когда же это могло быть? Когда это и Воронеж, и Орел, и Смоленск, и Москва. Это, начиная с периода Московского царства, все это было по существу Единой государства. И тут вдруг федеративный договор, федерация, так же. Единство России было объектом в период так называемой Чеченской войны. Потому что ее нельзя рассматривать как войну с Чечнёй. Ничего подобного. Эта война с Россией, которую вели империалитические государства, но велась она в Чечне. Ну где-то она должна была, где-то должен был быть плацдарм. И вот то место, где ведется война, это называется плацдарм. Да, вот здесь были передовые рубежи. И сюда стекалось продовольствие и оружие. И сюда инструктора появлялись из-за рубежа, наемники иностранные и так далее. В противном случае ничего подобного не происходило. Ну, сейчас продолжается борьба с ваххабическим подпольем в Чечне силами Чеченской милиции и чеченского руководства, да? Чеченских органов внутренних дел. Ну вот, это нам надо запомнить, фиксировать, что действительной, истинной концепцией, вполне диалектичной, и поэтому истинной концепцией развития является развитие как борьба противоположностей. К этому вопросу, вопрос о классах, не имеет никакого отношения, потому что борьба является вечным условием развития общества. И вполне можно было бы повторить слова песни, и вся-то наша жизнь есть борьба. Вот уже жертвы есть в этой борьбе. Некоторые вот боролись с собой, хотели прийти на лекцию. А была противоположная тенденция не пойти на лекцию, а пойти делать другие дела, тоже важные, нужные, и кажущиеся даже необходимыми. И я хочу вам в связи с этим привести к такой классическое определение оппортунизма. Политическое. Оппортунизм. И предает своей партии, и не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроения минуты. Не пойду на лекцию, пойду. Ну, найду туда, пойду. Неспособность противостоять в моде беспринципности, бесхарактерности. Принесение коренных интересов движения в жертву побочным, если в минуту. Интересы у каждого человека противоречивы. Есть коренные интересы, скажем, получить образование. Это какой интерес? Побочный? Долговременный или коренной? Коренной, правильно? Коренной долговременный интерес. А почему говорится оппортунизм? Это вот иногда воспринимается просто как ругательство, но это не совсем так. Или даже совсем не так. Что значит оппортунизм? Это от слова оппортунизм. По возможности. Ну, то, что возможно, то и делаем. Значит, не возможно все это слушать и все это дело воспринять. Как мы, мыслимы, что ли, это все узнать? Правильно? И вот те, кто делает все время невозможное, для себя такого, какой он сейчас есть, становятся другими. То есть, переходят за свой предел. Потому что предел, как мы с вами уже говорили, это граница, которую переступает. То есть, человек должен все время делать то, что он не умеет. Человек должен все время переступать за свой предел. Человек должен все время делать для себя невозможное, как для такого человека. Потому что делая невозможное, он становится другим человеком. И для другого это возможно, становится другое невозможное. Как вот люди становятся там великими людьми? Они же, это все великие, невозможно, что делать. Хотя, определение гения, например, в чем состоит? Гений – это обычный человек. Обычный человек, но очень способный. И главное не в том, что он способный, потому что способный человек – это талантливый. А талантливый, может быть, и тот человек, который принес колоссальное разрушение человечеству. А это тот человек, который продвинул человечество вперед. Или в литературу, или в мозг. Но так, чтобы про него, можно было сказать, что он человечество продвинул вперед. Скажем, Чайковский – это гений. Биткоин – гений. И так далее. А вот Гитлер, он не продвинул человечество вперед, а толкал его вспять. Но то, что он способный, даже талантливый человек, я думаю, не может быть сомнений. Поэтому следует употребить свои таланты и способности на реализацию своих коренных долговременных интересов. А не растрачивать свои таланты и способности по мелочам, по возможности. Я скажу, давайте будем делать по возможности. И по возможности так вот и будем жить. Применительно к подлости. Обратите внимание. Я еще ничего тут о классах вообще не говорю. И хотя связывают классы с классовой борьбой, но это неправильно. С борьбой надо связывать не классы. С борьбой надо связывать развитие. А классы, наличие класса, при этом для борьбы только классовый характер. И более ничего. Специфика борьбы. И более ничего. Давайте рассмотрим диалектику развития нового. Или диалектику борьбы нового со старым. Скажите, пожалуйста, новое рождается. Новое в обществе, новое в жизни. Рождается в борьбе со старым или не в борьбе со старым? В борьбе со старым. То есть развитие совершается в порядке борьбы нового со старым. Вот скажите, пожалуйста, когда новое рождается, оно слабее старого или сильнее старого? Слабее. Слабее. Кто сомневается или затрудняется, пусть посмотрит на мамочку, которая на колясочке ведет свою ребеночку. У него все эти сомнения насчет того, кто слабее, кто сильнее, пропадут. А кто побеждает в борьбе? Сильнейший или слабейший? А в борьбе побеждает сильнейший. Значит, когда новое рождается, побеждает старое побеждает. Но имеется в виду не такое новое, что 2G20 или треугольник, это теорийная свечка. Имеется в виду не какая-то чушь, а имеется в виду, что это новое передовое. Не просто, что никто такого не видел. А это новое передовое. Раз оно новое передовое, оно в этих поражениях не уничтожается. Оно в этих поражениях укрепляется. Оно в этих поражениях усиливается. И наступает такой момент, когда сначала сила уравнивается, и затем новое становится сильнее старого. И вот тогда новое начинает старое теснить, победоносно на него наступать, побеждать. И что? Появляется новое. По отношению к которому это наше новое, становится старым, а о том вообще нечего говорить. И что? И вот это новое, именно в силу того, что вот наше вчерашнее новое, только то новое, которое было, стало распространенным принципом, упрощилось, оно побеждает, это старое, побеждает новое. Новое терпичное поражение. Это относится, допустим, к науке, где идет всегда борьба идей, правильно? Это относится к течениям в искусстве, в литературе, в драматургии. Вы посмотрите, что делается в театре. Там же классная борьба. Там же люди просто поедом друг другу могут сесть. То есть, вопрос о борьбе, это не вопрос классовый. Это вопрос правильного понимания развития. То есть, если я еще это развитие, если мы хотим понимать развитие, мы должны, и если мы не изображаем развитие как противоположности, как противоречия, значит, мы даем неистинную картину развития. А мы с вами говорили, что сколько видов движений просмотрели, вспомните, да? Движения как нахождение в этой точке, ненахождение в ней, движения как становление, движения как изменение, быть равным самому себе и быть неравным самому себе. И вот теперь движение как развитие. Во всех этих случаях речь идет о противоречии. И наука, которая изучает противоречия, называется диалектика. Поэтому, если мы хотим дать истинную картину жизни, живую, не такую мертвенную, что я скажу, вот, кого взять, препарировать, вас возьмем, вот вы элементы и структура. Сейчас такой структурно-функциональный метод. То есть, есть голова, руки, ноги, да, волосы, ботинки. Есть элементы, есть структура. Руки сверху, ноги снизу, голова над руками, над плечами, и так далее. И вот таких произведений у нас научных очень много. Им завалено все. Основная масса произведений как раз сводится к тому, что мы использовали метод системно-структурного анализа. Мы, говорит, рассматривали объект как систему. Еще бы не хватало, чтобы вы не рассматривали там систему. Ну, а как еще можно рассматривать объект как систему? Это называется ломиться в открытую дверь. Вопрос-то не в том, чтобы рассматривать объект как систему, а вопрос в том, чтобы его рассматривать как живую систему, как диалектическое единство, в котором есть борьба и предположенность. А если вы только видите точки и связи между ними, это что такое? Это графическое изображение. Это изображение человека, как трупа. Это тоже очень необходимо. Есть люди, которые готовятся стать медиками, они берут скальпель, режут, выясняют, где что, почему прикрепляется и так далее, как разрезается. Это очень важно, это очень нужно, очень полезно. Можно фотографировать людей, раз, ну и, скажем, фотография, это не есть кинозапись, хотя и кинозапись состоит из элементов. Но если вы хотите живого человека получить, то таким путем, так сказать, изображение его, как элементы, и структура, когда есть части их связи между ними, никак получить нельзя. Енгельс говорил, что части лишут рука. Какие части? Как можно понимать руку человека? Представьте себе, что такое рука? Где она окончается? Вы руку мертвую берете или живую? Если рука живая, то, между прочим, кровь из сердца идет сюда, и возвращается венозная кровь обратно в сердце. Ну, а мозг, по мозгу, так сказать, нервное окончание, нервная система. Что, так сказать, где-то вы можете сказать, у вас все, здесь конец, вот здесь уже закончилось это нервное окончание, здесь пошли нервные, так сказать, клетки руки. Так, можно так сказать? Нельзя так сказать. Поэтому, видимо, человечество руководствует с этим, и зафиксировало, что достаточно у девушки попросить только руку, и она будет вся твоей женой. Это самый, что я знаю, диалектический подход к действию. Ну, вот после этого предисловия, а это предисловие, без которого вообще нельзя понять, иначе вот я уже обнаружил в других аудиториях некое отторжение, так сказать, этого определения, которое я вам дал. Определение правильно его записали. Оно красивое, хорошее, но очень жесткое. Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление политической власти. Значит, если речь идет о развитии общества, в котором есть класс, значит, на все это развитие накладывается классовый масштаб, классовый отпечаток. Почему? Да потому что нет вообще просто прогрессивных и просто реакционных, а есть класс отшивающий, реакционный и класс восходящий, прогрессивный. Скажем, была в Ружазии прогрессивный класс? Была. Было время, когда Ружазия даже выражала интересы вообще громадному большинству народа. Почему? Потому что громадное большинство народа это были крепостные крестьяне. Ружазия вышла с лондами свободы от всяких крепостнических пут, от всякой феодальной зависимости. Поэтому Ружазия, будучи передовым классом, и возглавила народные движения, и народ поддержал Ружазию, и народ, так сказать, участвовал в жизни, жертвовался за то, чтобы Ружазия стала у власти. И вот Ружазия стала у власти. И какой-то период она создавала новую, вполне развитую капиталистическую экономику, и улучшила положение всех. Вот тот анализ, скажем, который делается в отношении того, как жили крепостные крестьяне, и как жили рабочие, показывает, что рабочие при прочих раунках жили лучше, чем крепостные крестьяне. Например, вы можете взять тонн третий, полное собранное сочинение Ленина, развитие капитализма в России, очень скучное произведение, потому что там очень много цифр, очень много статистики, и его читать непросто. Но там дается полная статистическая картина того, что люди, уходящие из селены в город, нанимавшиеся в рабочие, естественно, получали больше, чем они получали в сердече. Что мы сейчас тоже наблюдаем, когда сюда приезжают гастарбайтеры и получают в более развитой капиталистической стране больше, чем в менее развитой капиталистической стране Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Армении и других бывших равноправных республиках, которым великий русский народ очень сильно помогал. С известного периода, когда данный способ производства в основном развил свои потенции и стал проявлять элементы загнивания, а вот элементы загнивания сейчас налицо, и это не только элементы экономического кризиса, много появилось рантия, то есть людей, которые ничего не делают, кладут деньги в банк и живут как паразиты. Как паразиты это не ругательство, а паразиты в том смысле, что они сами не работают, а живут насчет тяжелого труда. В этом смысле, в самом, что не наедет, буквально, социальный паразит. Скажем, ну вот я могу привести такие данные, скажем, квартира трехкомнатная в Балахне, в городе Балахне, Нижегородская область, стоит полтора миллиона рублей. А в Санкт-Петербурге трехкомнатная сколько стоит? Денадцать. А? Десять. Десять, да. Десять. Ну и дальше, смотри. Смотри, какая. Да? То есть почти в, там, восемь раз больше. А почему? Потому что все бандиты, преступники, жулики, воры, мошенники, которые где-то что-то у кого-то отобрали, в Орле, в Смоленске, в Воронеже, в Тамбове, в соответствующих областях, там, в Иркутске, в Хабаровске. Где едут покупать дома? В Москве и в Петербурге. И имеют в виду десять квартир, девять квартир. Вот сейчас по некоторым декларациям, вы видите даже некоторых наших синовников по нескольку квартир, они скучно им подметать столько квартир. И некоторые думают, зачем он, зачем он? То есть рассуждают как потребители. А мы же находимся в каком хозяйстве? В капиталистическом. В капиталистическом хозяйстве надо все рассматривать как капитал. И эти квартиры, которые купили их владельцы, рассматриваются ими как капитал. То есть цены на квартиру предполагаются, что будут расти. Или будут не так падать, как дают деньги из-за инфляции, которая лежит в банках. И даже на счетах в банках. Или, скажем, там вообще ненадежно их хранить, поскольку банк может лопнуть. А квартира недвижимости не лопнет. И вы можете пройтись по фешенебельным пригородам Петербурга, увидеть, стоят дома, в которых никто не живет, но около них стоит охрана, там есть слуги, которые убирают. То есть содержит эту недвижимость, она сохраняет себя в капитал. И совсем недавно было время, когда за год процент роста цен на недвижимость составлял до 20-30 даже процентов. Ничего подобного вы не имели ни в каком банке, ни в какие депозиции никто из этих людей не получил. Вот это так называемые элементы, паразитизм. С другой стороны, элементы загнивания состоят в том, что молодой капитализм чем отличался колоссальным техническим прогрессом, колоссальным вниманием к развитию технической базы. Чем отличается, вот скажем, капитализм в современной России? Тем, что не только не накапляют часть прибавочной стоимости, часть прибыли, а даже не обеспечивают амортизацию. Скажем, вот амортизация, сумма амортизации ежегодная, это сумма тех, денежных средств, которые должны остаться свободными на счетах для накопления с целью замены устаревших средств производства, она должна составлять 6 триллионов рублей ежегодно. Почему? Потому что 60 триллионов это сумма стоимости основных производственных фондов России. 60 триллионов и если считать нормальным сроком 10 лет, а техника обновляется быстрее, чем 10 лет, правда? А скажем, есть техники, которые и за 4 года обновляются еще быстрее. Как минимум должно оставаться 6 триллионов и за 5 лет на счетах предприятия, особенно интересно немножко прикинуть, условия современного кризиса на счетах предприятия через 5 лет должно было бы лежать сколько? 605? 30 триллионов рублей. Ну и вот через 5 лет, скажем, половину средств производства можно было бы заменить, приобрести новую технику и заменить. А что значит приобрести новую технику? Значит, это колоссальный рынок, колоссальный спрос на средства производства. Если бы был такой спрос на средства производства, не было бы кризиса. Потому что почему кризис? Нет спроса на средства производства. А еще на что нет? Например, это потребление не растет. Почему не растет? Да потому что зарплата. Зарплата та же самая картина. Платится примерно 10% стоимости рабочей силы. А куда деваются эти деньги? Значит, они вместо что касается денег на зарплату, вот этих 90% не выплачиваются. Они как бы вам обратно передаются в виде кредита. Не хотите взять кредит? Взять вашу зарплату я же и выплатил вам даю кредит. То есть из каждой 1900 рублей вам кредит под 20 с лишним процентом. Вот на днях мы меняли карточки все все преподаватели и некоторым предлагались и мне в том числе карточки с кредитом. С правом получения кредита прямо на карточку до 7000 рублей. Вот у меня кончилась зарплата, я могу еще дать 7000 красота под 21,6% я написал заявление что спасибо большое. поэтому 90% заработной платы и 90% амортизации уплывает из экономики предварительно левиализуясь. Как левиализуясь? Потому что выплачиваются налоги на зарплату. Это хорошо или плохо? Хорошо. Налоги зарплаты платятся? Платятся. И теми кто ее получил и работодателями. Работодатели порядка 30 с лишним процентов платят от фонда зарплаты единый социальный налог и другие. И платятся налоги с прибылью. Вот все что перекачивается в прибыль а не все перекачивается в прибыль она перекачивается эта сумма и зарплата топ-менеджера. Например недавно мой коллега который работает в банке показал мне журнал в котором говорится что прежний директор автоваза государственного предприятия сейчас Борис Алешин Артюхов перед ним получил за один год миллиард четыреста миллионов рублей. Как это наша экономика так долго входила в крейс? Я поражаюсь. Я уже вам рассказывал что я сам коммерсант считал о том что наши дорогие руководители сбербанка члены правления получили в седьмом году 20 человек и получали ежемесячно миллион простите извините три миллиона семьсот тысяч рублей ежемесячно а вот потом хуже стало в 2008 году 23 стало свое направление ну расширили количество средств привлекаемых чьи это средства бабушки ваша мама понесли в сбербанк а они оттуда в сбербанк раз себе и какие у них хочу что они кредитуют производство кто подняли из руин какое-нибудь предприятие дали дешевые кредиты все говорят что никаких кредитов производство не получает и никто и не возьмет под кредиты потому что под такой процент больше 20% и вот они получали в 2008 году ежемесячно 3 миллиона 400 тысяч рублей какие страдания можете себе представить в прошлом году получали ежемесячно на 300 тысяч рублей больше а теперь на 300 тысяч рублей меньше вот как люди страдают как и хочется посочувствовать но это часть то есть часть прибавочной стоимости выступает как зарплата топ-менеджеров из нее налоги меньше чем прибыль другая часть отправляется в прибыль мы не путаем с вами прибавочную стоимость и прибыль прибыль это верхняя такая поверхностная категория в которой уже не видно где там прибавочная стоимость где зарплата если зарплата туда удалось перекачать и хорошо амортизацию перекачали которая относится к издержкам производства и хорошо а дальше каков путь а дальше мы тоже знаем каков путь этих денег эти деньги у нас отправляются прямиком за границу почему потому что все основные предприятия зарегистрированы в офшорах а что значит зарегистрированы в офшорах значит они иностранные по месту регистрации приобретет налоги уплатили ушла туда так и все и нету в России этих денег работайте дальше например вот у нас известный миллиардер у него третье место по числу миллиардов Лисин Владимир имеет собственность на три компании порта Санкт-Петербургского морского это вторая средорная компания первая средорная компания и четвертая средорная компания 100% собственность у Лисин при этом 50% зарегистрировано как собственность датской компании Джиск Стал Индустри а 50% как собственность кипрской компании Чупа Лимитед Так и хочется сказать, чупа-чупс. Это не лично, это чупа-чупс получает эти деньги. Но это под контролем лично у компании, но заграничные. Как говорится, он приехал или направил из заграничного банка, если ему нужны сюда какие-то деньги. Но зачем ему деньги? Он там покупает банки, острова и так далее и тому подобное. И это все, те примеры. Это не просто пример, я вам назвал огромные цифры. Огромные цифры. Деньги сейчас лихорадочное правительство пытается найти деньги, а оно их ищет где? На выходе из экономики. То есть когда уже прибыль получилась, получили налоги государства, оно из них пытается тому дать, тому дать, то все. Но это уже когда рыба уплыла, ее пытается схватить. А надо ловить эти деньги на входе. То есть тогда, когда формируется амортизационное отчисление. Вот где деньги-то. Представляете себе, это были бы предприятия, деньги 30 триллионов, которые лежали бы на счетах. Где? В банках, естественно. И кто кому бы деньги давал? Предприятия бы давали. Деньги банкам, а банки за это должны были бы проценты оплачивать предприятиям. Если 30 триллионов предприятий держат в банках и, скажем, проценты, 10 процентов, значит, 3 триллиона, будьте добры, уплатить предприятиям. Банки должны были уплатить. Картина вся перевернутая совершенно. Это говорит о загнивании данного экономического строя. Некоторые думают, что вот, и об этом Ленин писал, он реализм как выше оставили в работе, некоторые примитивные люди думают, что если капитализм загнивает, то он сам умрет. Такого не бывает. Такого не бывает, во-первых, некоторые другие говорят о том, что будет социальный взрыв, если вот не будем обратно плату степендию платить, все отнимем, и что? А ничего, мы и помогли. Что вы взяли, что будет социальный взрыв? Я вообще не знаю, что такое социальный взрыв. Кто-нибудь знает, что это такое? Что такое революция, я знаю, что такое контрреволюция, я знаю. Что такое Луну, я знаю. Что такое восстание, я знаю. А что такое социальный взрыв, вот не знаю. Это что, все себя опоясывали этими сами поясами Сахида и Раван Бли? Что такое социальная история? Что это за берегерда? Вот такой берегердой у нас переполнена сейчас политическая литература, газеты, журналы и так далее. Но вот наша с вами задача, как грамотных, образованных людей, людей дальше образовывались, то есть они всякую чушь не мололи и не дезориентировали себя и других. И в этом тоже выражает себя вот загнивание строя ужасного, скажем, господствующий класс в чем заинтересован? Ну, доказывает, что все хорошо. Вот если я у вас заберу все деньги и оставлю вам немножко на пропитание, то вы будете доказывать, что плохо, а я буду доказывать. Все хорошо. Действительно хорошо. Посмотрите, какие у меня карманы. По-моему, очень хорошо. И то, что будет говорить, что жизнь плохая, тому не давать слово на сегодня, а мне давать. Почему? А я заплачу немножко из ваших денег, которые попали ко мне, и вы будете меня видеть, а я вас видеть буду только здесь. То есть, вот элементы загнивания налицо с одной стороны. А с другой стороны, когда мы говорим, что класс прогрессивный, означает ли это, что люди этого класса, представители этого класса понимают, что они выражают, имеют прогрессивный интересный факт? Почему? Мы об этом уже говорили, потому что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. И в головах у рабочих какая идеология? В массе своей нет. Мелкобружазная. Мелкобружазная или нет в мелкобружазной идеологии, дорогой товарищ? Есть мелкобружазное поведение, это кашеобразная, и то в интересах трудящихся, и то в интересах буржадей. Вот мелкобружазное поведение есть, а мелкобружазной идеологии нет. Потому что есть только два прореза, есть один класс и есть противоположный класс. А мелкобружазная не выражает своей идеологии, и не может выражать. Это каше. Поэтому идеология дуржуазная, отсталая, реакционная. То есть может ли у голова характера передового класса, представители передового класса, быть реакционной идеологией? Это запросто, это так и есть в основном. А как же еще иначе? Поэтому никогда никто из серьезных людей никогда не говорил им, что в рамках старого строя вдруг большинство представителей внезенного класса просветится настолько, что большинство будет теперь за другой строй и останется только билетики раздать и сказать, ну какой мы с вами выберем строй. Вот можете там птичку поставить напротив строя. Потом я птички собрал, но если я представить господствующего класса, если мне птичка ваша не понравилась, я во-первых эти птички выбросил, как вы понимаете. Но, поскольку идеология господствующего класса есть господствующего, нет в этом нужды чего-то подделывать. Дураки подделывают. Просто так складывается отношение общественное в обществе, что господствующий класс обеспечивает господство своих мыслей. И есть гарантия, что к собираниям этих билетиков будет обеспечено. Что интересное выборами не проведено? Что нужно было провести, скажите, пожалуйста. И где? Что сначала бывает там? Военный перерыв, стрельба, потом выбор. Или сначала выбор, потом стрельба. Поэтому так мир не устроит. Ни один вопрос войны и мира, ни один вопрос коренных вопросов жизни народов никогда не решался голосованием. Ни один. Вот Югославия разделилась. Это что значит? Некоторые государства решили, проголосовали, говорят, мы отделяемся от Югославии, да? Или прилетели самолеты, причем иностранные, бомбили мирных жителей, заодно китайское посольство побомбили. Вот Китай не создавался. Американцы. И наши, вдруг, быстрый марш прошел, сделали быстрее, чем государство НАТО. Те перепугались, попросили нас уйти, взяли и ушли. Во всяком случае передвижения были военные. И в основном не и влатошки, а все другие. Миротворцы. Сейчас кто такие миротворцы? Это те, которые на бомбардировщиках прилетают и бросают бомбы. Это миротворцы. Я правильно понимаю, кто такие миротворцы? Теперь-то мы знаем. Ну, была короткая война сейчас у нас, но там тоже было принуждение к миру. Это как бы мир. Понуждение к миру. Не ходите в мир, а сейчас на танков приедем, и будет мир. А как вы еще думали, будет мир? Вот как мы добились мира после Великой Отечественной войны? Приехали, и вот некоторые пешком нашли до Берлина, некоторые на танков. Поэтому и говорят, вот нам, например, русским людям, не нужны автомобили. Потому что внутри мы всегда можем доехать на трамвай, на автобусе. А за границу на танках приедем. Вот тут мы можем увидеть, что позиции классов очень сильно отличаются. Тот класс, который держит в руках государственной власти. В этой борьбе двух классов. А классы не могут не бороться. Правда, раз их интересы противоположны. А раз их интересы противоположны. И они находятся в единстве. Потому что буржуазия не может существовать без рабочего класса. Скажешь, можно развести эти стороны? Вот туда рабочий класс. Вот туда буржуазия. Пусть не соприкасается. Тогда нет борьбы. Знаете, как разводят враждующих сторон. Но их можно развести? Нельзя их развести. Но весь смысл капитализма в том, что рабочий нанимается капиталист. То есть обнимается. Капиталист их обнимает и говорит, дорогой, родной, давай работай. Я тебе зарплату буду платить. Я твой работодатель. Хотя это слово недавно появилось. Оно тоже носит артманный характер. Вот если я водитель машины. Решил вас подвезти. И я вас везу. Кто работодатель? Кто платит или кто-то везет? Кто-то везет. Я свою работу вам даю. Прямо в живом виде. Если я парикмахер. Вы пришли, сели, я дальше. Кто работодатель? Да я вам работу свою даю. Я работодатель. А вы можете сказать, я ваш работодатель. Я вам плачу. Поэтому получается, что когда приходит рабочий и говорит, заплатите нам зарплату. Говорит, мало того, что я вам работу дал. А вы еще и зарплату требуете. Еще два, так сказать, фактора хотите сразу. На самом деле капиталист это работовзятель. Или работополучатель. А вовсе не работодатель. Вот такая формировка меняется. Не случайно, скажем, даже понятие предприятия. исчезла из гражданского кодекса. Вот вы откроете такой гражданский кодекс. Который рассматривает все отношения, которые юридически складываются между юридическими лицами. У вас вот на меня смотрятся, это вообще физические лица. А если вы зарегистрировали юридическое лицо в какой-нибудь ООО, у вас уже юридическое лицо есть. И физическое, и юридическое. Так там нету предприятия, у нас только организации. Как будто у нас вот одни учреждения. Организация. Или общество. О, общество. Оказывается, что общество может быть и общество, и общество из одного человека. Общество. Точно так же, как есть понятие мирового судья. Дескать, вот. Человек, который не знает юриспруденции, подумает, что сначала он будет здесь судиться, а потом пойдет в европейский суд. А если не получится, пойду к мировому судья. А тут ему объясняют, что мировой – это вот вообще ерунду всякую решает в самом начале. То есть мировой. Что же он тогда? А надо вот мировой понимать в смысле, что он у вас мирить будет. А, вот оно как. То есть позиции двух классов таковы, что они по своему положению, с одной стороны, единстве, но поскольку они имеют противоположные интересы, это единство противоположности. А единство противоположности – это что такое? Это противоречие. Это определение противоречия. А раз противоречие, то, значит, мы имеем эту единство – борьба противоположности, как то, что является источником движения и самодвижения этого общества, этого классового общества. Хотя борьба противоположности является вообще характеристикой любого развития, правильно? Это мы с вами выяснили. Здесь только этому предается классовый оттенок. И наоборот. Скажем, в первом этно-общинном строе не было этого классового оттенка. И его не будет при полном коммунизме. Не может быть, потому что нет классового. Борьба-то останется, а классового не будет. Не будет классовой борьбы. Просто вам не дадут, допустим, защитить диссертацию. И все. Скажет, никого класса борьбы нет. Просто она плохая. И все. Дескать, у вас какая-то завиральная диссертация. Вот Жордану Брума доказывал, что Солнце вращается. Не Солнце вращается вокруг Земли, а что Земля вокруг Солнца. И что с ней делали? Научный вопрос обсуждал. Или, допустим, вот я написал Маркс книгу «Капитал». Вам не нравится или Маркс, или книга «Капитал». Не читайте эту книгу. Нет, пошли памятники снимать. Что вы снимаете? Вот Ленина снимаете памятники. Ленин же на политическую борьбу вел. Он возглавлял народную массу, рабочий класс, большевиков. А Маркс написал книгу. Не читайте эту книгу и все. Нет, пойдут ломать памятники. Вот напротив администрации выброс по району стоял праведник Маркс. Его куда-то вынесли. И теперь там не проспект Маркса, а Большой Сампсонийский. А Энгельс остался, как у него фабрикант. И папа у него фабрикант. И получилось, что вроде как собрание сочинений Энгельса и Большого Сампсония. На сегодняшний день эта картина любопытная получается. У этих классов, у того класса, который держит рука государственной власти, у того класса, который борется с выживанием государственной власти, очень сильно разница позиций. Правильно? Поэтому эту борьбу надо рассмотреть с одной стороны и с другой стороны. Со стороны господствующего класса это борьба за удержание и осуществление государственной власти. Раз он господствующий класс, он должен свои перспективные интересы знать, он должен обеспечивать дальнейшее развитие той экономики, которая дает ему господство. То есть это феодальная экономика, значит надо феодализм развивать, правильно? Укреплять систему феодального закрепления, крепостничества. Если это буржуазный строй, значит надо буржуазные отношения развивать. Надо увеличивать капиталы, то есть надо обеспечивать самозрастание прибалочной стоимости. Значит надо заботиться в том числе и об образовании, потому что необразованный не может обеспечить технический прогресс работник. И если он совсем необразованный, этот работник, то он сможет дать достаточно много прибалочной стоимости. Если он мало получает зарплату, значит он будет плохой работник. Значит надо зарплаты, чтобы повышалась. По идее класс должен об этом заводиться, правящий. Вот сейчас буржуазный. Но буржуазия тоже оппортунист. Она вот и хочется с одной стороны таскать и повторенные интересы. Например, 17 ноября прошлого года Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение об утверждении комплексной программы научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий до 2020 года. Читали? Не читали. А почему? Ну это вот наша жизнь. Мы даже не знаем, что он подписал. Формируем. 17 ноября. Причем если вы наберете, допустим, в компьютере концепцию социально-экономического развития 2020 года, не найдете. Надо набрать сайт председателя правительства и на этом сайте 17 ноября в приложении, в распоряжении председателя правительства об утверждении находится эта концепция. Там страничка распоряжения. В распоряжении написано, что утвердить концепцию. Раз. Во всех программных и прогнозных расчетах руководствоваться этой концепции. Два. И в-третьих, поручить министерству экономического развития к августу приготовить прогноз развития России, социально-экономического развития России до 2030 года. Вот интересные документы. Скажем, если это было бы в советское время, это было бы напечатано и в журнале «Коммунисты», и в газете «Правда», и в других газетах, об этом говорили в «Парайле», в «Пателине». Полное молчание. И даже президент и прежний министр помалкивают по поводу этой концепции. Почему? Ну, потому что она более-менее реализовывает коренные интересы. И в гурразии, и рабочего класса. Потому что там предполагается и развитие отечественного производства, а не иностранного производства на отечественной территории. Там предполагается не развитие только добывающих отраслей, а перенесение центра тяжести на обрабатывающие отрасли, которые, собственно, и дают могущество экономике, а не только сырьевые отрасли. Там предполагается и повышение зарплаты примерно в 4 раза. В 2020 году, значит, на всех переговорах профсоюзы могли бы использовать этот документ как основу для введения требований повышения зарплаты и так далее. Ну вот, а почему никакого об этом нет за разговору с ВОДом? Понятно почему. Потому что для всего государственного аппарата это хомут, который, так сказать, вот если, так сказать, его надеть, то есть если все это знают и все это контролируют, это надо работать, не покладая рукой. Как говорил Владимир Владимирович, как раб на галерах. А если так оставить это в стороне и заниматься, так сказать, то туда подарок деньги, то сюда подарок деньги, то это спасли, то это спасли предприятие. Мы спасать будем или будем плыть? Вот есть концепция. Давайте будем ее реализовывать. Так и даже ее и не знаю. Скажем, можно было поставить задачу, что, скажем, все студенты высших, высших учебных заведений государством должны быть с ней ознакомлены, сдать, скажем, зачет по ней. Ну как, ну проси так, ну как. Это же, так сказать, вот, что такое 12 лет. Прибавьте в своем возрасте 12 лет. Кому 10, то уже 22. А кому 20, 32. То есть вот это можно рассматривать как, с одной стороны, пример того, что вот коренные интересы, они вроде и выражены на бумаге, но они не реализовываются. И реализуются должным образом, потому что это вот ставить, кстати, пределы коррупции. Вот поставили у нас стенды. Это что такое? Это вот элемент коррупции. Это значит, комитет по законодательству перечислил деньги комитету по печати, чтобы они поставили эти вот стенды там, так сказать, за взятку то-то. Вместо того, чтобы поймать взяточников, наказать и тогда уже показать, кого и как наказать. Хоть одного-то поймали взятушки. Или что это? Вот они думают, что они поставили стенды по всему городу, там, телефон, что взяточник будет говорить или кто? Тот, кто видел, как взятку дают, вы видели когда-нибудь, чтобы дали взятку? Разве так взятки дают, чтобы кто-то видел? То есть вот вам расторжирование государственных средств налицо, под видом борьбы. А раз идет кампания коррупции, значит, и на это надо руки погреть. Видимо, комитет по печати и комитет по закону все как-то деньги поделили, выделенные на этот проект. Ну, часть затратили на дело. То есть вот первая задача господствующего класса – осуществлять. Осуществлять позитивное экономическое, социально-экономическое развитие, которое упрощивает его господство. Правильно? Потому что если вы хотите удержать государственную власть, так надо решать социально-экономические проблемы, а не создавать большие внутренние войска. Правильно я рассуждаю? А вторая задача – и укреплять в том числе и репрессивный аппарат, и суды, и прокуратуру, и органы внутренних дел, и службу судебных приставов. Правильно? Это вопрос об удержании государственной власти. Поэтому, имея это в виду, имея в виду, что современное буржуарное государство до зубов вооружено, ну вот представлять себе такую возможность, что кто-то где-то проголосует, и вот там будут представители трудящихся, победят на выборах. Ну это просто смешно. Смешно? Единственный случай, мы такой знаем, в Чили, где вроде бы представителем трудящихся был товарищ Альенда. И товарищ Альенда, как правило, для социалистической партии, публично заявил, тут вот везде было распечатано, что мы будем создавать социализм без диктатуры патриата. А, без диктатуры, пожалуйста. У нас в Прикручеве был социализм без диктатуры патриата, без диктатуры патриата он сам переходит в капитализм. Поэтому это никого-нибудь не пугает. Если вы кто-то такие есть, найдутся коммунисты. Которые собираются построить социализм без диктатуры патриата, я думаю, что они могут победить на выборах. Умные буржуазии не будут с ними сражаться. Вот, например, Воронин победил. Он что там, диктатуры патриата установлен? Да нет? Ну, представляют прогрессивные интересы буржуазии. То есть они там социальные нужды какие-то осуществляют, в буржуазии другие вещи полезные делают. И то, это не так просто им приходится воевать. Поэтому вторая задача это вот укрепление аппарата принуждения государства. Это машина насилия, которая подавляет глаз угнетенный. Не надо ее укреплять. Мы укрепляем государство. Вот как-то жили мы без дубинок, теперь уже не можем без дубинок прожить. Милиционер ходил с пистолетикой, теперь ходит с автоматом. С автоматом много человек можно убить. И вот, как мы видим, с дружи милиционера начинают даже с ума сошли и стрелять по своим... Не с ума сошли, в фигуральном смысле, он вполне здравый человек. То есть московский начальник отделения милиции начал убивать Владимира сами людей. Охранял, охранял, потом говорит, вот вы где. А потом в Азербайджане пришел студент и начал стрелять в своих товарищей студентов. Это надо было думать, так сказать, что показывают по телевидению, чтобы породить такое чувство, что эти различия у меня нет между тем, что на экране и тем, что в жизни. Там же время убивают. Это же нормально, это же норма. Норма у нас, что убивает или норма, что не убивает. Открой, включите телевизор, посмотрите, запишите. Норма, что убивает. Взял пистолет и стал убивать. Что тут такого нового? Кто виноват? Где источник? Как источник, он идет из общественного сознания. Поэтому вопрос о укреплении господства класса тоже. То есть, с одной стороны, оболванивание эксплуатированного класса – это важная задача. Надо показывать такие смешные фильмы, что здесь потыкаются, падают, разбиваются голову, кровь. Очень смешно. Залезают, вдруг падают, грязь. Вот очень хорошее средство – женские бои в грязи. У нас тут идешь напротив гостиной, объявлял – женские бои в грязи. Не видели их? Очень интересно. Женщины в купальниках друг друга тягают. А грязь, они не грязь. Сидят мужики. Красота. Вот эти и занимайтесь, а то вдруг подумайте, как улучшили общественно-экономические строя. Вот надо что смотреть. То есть, это многообразные средства, с помощью которых класс укрепляет свое господство. А теперь, что касается класса угнетенного. Вот рабочий класс. Ну, я думаю, что все понимают, что политика рабочего класса, то есть его борьба. То есть две этой борьбы. Одна борьба, политика называется, классовая борьба за воевание, удержание и укрепление. Ну, со стороны буржуазии – это за удержание и осуществление, со стороны правящего класса, а со стороны миллионного класса – за воевание. И потом уже удержание и осуществление. У него это, так сказать, в будущем удержание и осуществление, а воевание сейчас. И как можно завоевать. Вот, например, представители угнетенного класса, которые стесняются считать себя представителями угнетенного класса. Например, КПРФ заявляется на партии рабочего класса. Это я уже как-то не заметил. Кто не заметил, нет? Вот я не заметил. Они говорят, мы оппозиционные, мы против этого режима, прижима, он такой-сякой, нехороший, надо изменить курс. Допустим, курс там вот такой был, а вот теперь будет вот такой. Курс. Изменить. Так сколько можно менять? Бесконечно много случаев изменения курса. На противоположный? А какой будет противоположный? Интересно, какого класса? Как-то вот помал. Ничего, говорит, мы и класс понимаем по-новому там. Я так, например, уже по определению Чиганова вхожу точно в рабочий класс. Вы, я думаю, еще больше входите. Поскольку ваше положение хуже, чем моя веш-профессор. Я не каждый день хожу сюда. Вам каждый день надо приходить почти. Да еще вы работаете. И так далее. У нас два закона. Интересно называется. Один закон о трудовых пенсиях в РФ. Это о трудовых. Это для тех, кто трудится. А это о пенсиях госслужащих. Госслужащих. Там не говорится, что они трудовые. Там, говорит, вот хочешь получить такую пенсию, ты должен быть в этом аппарате, элементом этой машины. Если ты будешь там не то делать, или не так себя вести, или вы пришли и хотите, чтобы вам сразу бумагу дали. А вы подумайте, можно ли так себя вести. Вылететь раньше времени, чтобы пенсию получить надо какое-то количество лет отработки. Госслужащим поработать. И так далее. Поэтому высокие оклады госслужащим и пенсию госслужащим связывались с чем? С формированием этой государственной машины. Эта машина работала как часы. То есть она, чтобы защищала интересы того класса, который держит ее в руках, а не интересы другого класса. А то вы войдете в эту машину, будете там песочек подсыпать. Еще чего не хватало. Не надо нам этого песочка. В связи с этим, какую политику должен проводить рабочий класс? Если он, как всякий класс, стремится к завоеванию политической власти. Какую политику? Ну, во-первых, он должен просвещать свой класс для начала. Потому что если люди будут руководствоваться идеями господствующего класса, никак эти люди к власти своего класса не придут. Во-вторых, он не должен обманывать себя тем, что большинство удастся ему переубедить членов класса еще при бургарном строке. Я хочу вам посоветовать прочитать одну статью из полного собрания с учреждением Ленина, которая называется «Выборы, учредительные собрания и диктатура пролетариата». Она, в своем роде, уникальна. Это статья, которая посвящена нашей революции 1917 года. С точки зрения того, как складывались отношения перед революцией, какие были голоса, сколько за большевиков, сколько за меньшевиков, и как можно брать власть. Вот там Ленин показывает, что тот, кто ориентируется на то, что надо сначала при господстве буржуазных определить воли, при господстве частной собственности, при буржуазном государстве провести голосование, тот обречен на получение меньшинства. А большевики участвовали в выборах в 1917 году, в учредительных собраниях? Участвовали. И как? Что получили? Большинство или меньшинство? А? Большинство. Ну, даже по теории, вот мы уже столько с вами говорили, что невозможно получить при буржуазном обществе, когда идеология господствующего класса и господствующая идеология большинству. Получили меньшинство, а кадеты, большевики и эсеры, получили большинство. Собрали большевики в учредительные собрания? Или нет? Что вы не знаете? Собрали в январе 1917 года. Собрали. И что? И предложили этому учредительному собранию подтвердить все декреты советской власти. Раз. И второе, признать, что советская власть осуществляет и дает более высокий уровень демократии, чем представительская демократия, обычная парламентская демократия. И этим исчерпать функции учредительного собрания. Согласил с учредительным собранием? Нет. И что тогда? Тогда устал. Разошлись. Следующий учредительное собрание. А потом судьба их. Куда делись они? Поехали в Ярославль, там ругали большевиков, потом поехали в Сибирь, там ругали большевиков, потом Колчак и взял, посадил всех в тюрьму. Поскольку время серьезное, суровое, не до разговоров. Парламент это от какого слова? Говорит. Да, парламент. Говорит. А спикер от какого слова? Тоже говорит. Эти говорят, этот говорит. И вот, значит, а там, значит, Колчак их раз, потом вывели и порешили. И что-то вот, то говорят, что мы должны, там, эти жертвы вспоминают. Помните, вот я, например, в Шире вспоминаю эти жертвы. Белогвардейцы взяли и уничтожили депутатов учредительного собрания. А в живых остались брюшинки, которые никуда не поехали. И там Ленин говорит, что сначала надо взять власть, а потом уже проводить всякие голосования. Чтобы это в свою сторону привлечь большинство народа. Объявить мир. Объявить землю крестьянам. Паблики рабочим. Рабочий контроль. И все это позволит привлечь на свою сторону большинство народа. Мы, говорит, не сумасшедшие. Мы понимаем, чтобы управлять страной, вот как раз эту задачу удержания власти осуществить. Чтобы управлять страной, надо иметь за собой большинство народа. Но большинство народа привлекается на свою сторону. Каким образом? Конкретными мерами, которые может осуществить государственная власть. Вот государственная власть быстро осуществляет решительно те меры, которые резко улучшают положение трудящихся. И трудящиеся начинают выступать за эту новую власть. А если вы только будете говорить, будут, наверное, ориентироваться на ту власть, которая есть. Власть, по крайней мере, что-то дает. Вот сейчас, скажем, есть оппозиционные партии, а есть Единая Россия. Ну, Единая Россия, что-то там решает. А эти ничего не решают. И чего на них ориентироваться? Ну, обыватель, как будем рассуждать? Ну, что я за них буду голосовать? Какой смысл? А они вот так и выступают на выборах. Мы ведь даже, говорит, никаких дискутировать не будем по телевидению. Вы знаете, что они никогда не дискутировали? Ни на президентских выборах, ни на парламентских. Единая Россия никогда не выступает. И президент никогда не выступал, без искусства, скажем, в председатель оппозиционной партии. Боже упаси. А зачем? Говорят, мы партии реальных дел. Мы руководим, мы, видите, жизнь улучшаем. За какие деньги? За все деньги, которые народ дает. Правда? Говорят, правительство должно накормить народ. А на самом деле, кто кормит народ, кормит правительство? Мы-то знаем, что это. Поэтому задача у гнетенного класса очень непростая. То есть он должен, должен взять власть. И дети так говорят, надо взять власть. А что, какую взять власть? Которая есть? А какая есть? А есть буржуазная. Вот если ее возьмешь, то и будешь представителем буржуазной власти. Вот фокус. Поэтому у нас и есть вот такие деятели, которые говорят, победить в парламенте, выиграть. Ну вот вы победите, выиграете и будете просто такими же. Разница-то в чем? Зато, как говорится, красного цвета. Ну и что? Редиска тоже красного цвета. Что-то такого удивительного. Это мы уже знаем. А что, в чем уникальность вот того, что произошло для ответа на этот вопрос? То, что произошло в России. Уникальность, потому что такого нигде не было. Ну кроме или после России еще было кое-где. А уникальность в том, что вот, с одной стороны, в России усвоили то истинно, что надо сломать старый государственный аппарат, разбить его. Что значит сломать? Ну сделать его неспособным осуществлять функции подавления. Это и было сделано в период Первой мировой войны. Правильно? Вот большевики ввели линию на то, чтобы в каждом государстве воюющем стоялся лозунг в поражении своего правительства. Не выигрыша другой стороны, не другого империалиста, а поражения своего. Что надо не воевать со своими братьями по классу, а если вам дали в руки оружие, то идите и воюйте со своим правительством. Поверните оружие против угнетателей. Ну это, так сказать, лозунг. А как это может быть практически? Непонятно как. Непонятно как, и невозможно было бы это сделать, если бы не то открытие, которое сделал рабочий класс России. Какое у нас открытие является открытием в области политической? Это открытие Совета. Когда это было совершено? В 1905 году. Где? В Иваново-Вознесенске. Когда забастовочные комитеты собрали своих представителей и установили в городе фактически свою власть Совета. Кто придумал эти советы? Нету такого ученого и нету такого политика. Ни Ленин их не придумал, ни Сталин. И никто не может сказать, что вот это достижение каких-то вождей партийных или политических. Ничего подобного. Это достижение рабочего класса. Еще представьте себе, микрофонов не было, мегафонов не было. И вот для того, чтобы между собой решать какие-то вопросы, собирались на реке Тал и кругами из одного круга к другой передавали информацию. И обсуждали эти вопросы. Вот хвалят Парижскую коммуну. Вот Парижская коммуна, она показала, что такое литература рабочего класса. Не очень показала. Потому что та форма, которая была взята Парижской коммуной, парламентская та же. Избирали по территории, по домам. Поэтому и осталось у нас коммунальное хозяйство, коммунальные квартиры. Никто это не любит. То есть это никакого тут всплеска нет. А в чем принципиальное отличие Совета? Там это по производству. И вот вчерашние крестьяне, которые были в общине, они попали в производственную общину теперь. Заводскую общину, заводской коллектив. И вот представители заводских коллективов и образовывали Совет. После поражения революции 5-го года, это все мирно было. Сначала Советы возникли. Потом они немножко их стали разгонять. Они немножко поборолись с органами предупреждения и пропали. Так же, как они возникли. А в 17-м году возникли по всей стране. Но тут уже их большевики поддерживали всячески. Потому что это было вот не так, как рисовалось, что взять, пойти ломать государственную аппарату. Что значит ломать государственную аппарату? То есть воевать с чем? С кем? С армией. С жандармерией. Это же все очень большая кровь. И какая надежда, что разрозненные рабочие победят армию. Но армия к этому времени, в период мировой войны была разложена. В том смысле, что она была готова к чему? А к тому, чтобы не поддерживать правительство в борьбе с народом. То есть эта машина насилия перестала повиноваться. И перестала повиноваться особенно тогда, когда появилась не просто вот некая негативная задача. Не подавлять. А когда позитивная задача, появились советы во всех городах. Так вот, Петроградский совет принял решение. Не выполняет никакие распоряжения временного правительства, если на них не будет поставлено добро Петроградским советам. Допустим, принимает решение временное правительство вывести все войска из Петрограда. А войска были уже революционные здесь. Петроградский совет принимает решение. И это решение не надо выполнять. И войска остаются. Принимает правительство решение развести тут масты? Петроградский комитет принимает решение. Совета. Съести масты. Масты сводят. Принимается решение сюда Аврору ввести? Вот Саврура, это же самый современный. Но сейчас, смотрите, как современный, когда правительство ответило тем, что собрало женские вытяжки. И дрова поставило, и поставило женщин за дровами. Ну вот и картина. То есть, вот то, что мы наблюдали, довольно интересно и красочно написано в книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Поскольку он был очевидец, и как иностранный, то есть, американский журналист ходил и на право, и на лево, и к одним, и к белому, и к красному. Поэтому его описание очень жизненным является. И вот здесь получилось так, что создался новый государственный аппарат, советский. И этот советский государственный аппарат обеспечил двое власти, и потом новая власть сместила старую мирным путем. Но старая, поскольку она всегда держала власть до этого, попробовать решила эту власть снова завоевать и развязала в Маттанской войне. Поэтому вопрос о том, чья возьмет, решался довольно долго уже потом неверным и следствием. Так столкнулись две политики. Политики класса правящего и политики класса, который создал Великий Советский Союз. Так, ну теперь потомки тех, москва, а ничего, мы затоят в Советский Союз снова разговаривали. Порьба продолжается. Продолжение следует...